SCP-319. Диковинное устройство. Класс объекта Китер. Особые условия содержания. SCP-319 следует содержать в зоне 319 в герметичной вакуумной камере диаметром 20 метров. Внешняя поверхность камеры SCP-319 должна быть теплоизолирована и снабжена системой терморегуляции для поддержания внутри неё постоянной температуры по всему объёму камеры. Под SCP-319 установлена система активного гашения колебаний. Относительное положение корпусов SCP-319-1, диаметр и положение SCP-319-2 постоянно отслеживаются с помощью высокоточных лазерных дальномеров. Отклонение любого образца SCP-319-1 от текущего положения на 0,01% или больше, а также увеличение размера SCP-319-2 или её смещение более чем на 0,00% считается предпосылками к возможному осуществлению сценария гибель богов. В этом случае по всей организации вводится в действие протокол Омега-319, который снимается только при возвращении SCP-319-1 к оптимальным координатам и прекращении расширения слэш-перемещения SCP-319-2. Научные исследования SCP-319, SCP-319-1 или SCP-319-2 проводятся только с явного разрешения О5. Описание. SCP-319 является механическим устройством, созданным примерно в 1894 году и состоящим из 12 взаимно сцеплённых колец, собранных в корпусе сферической формы диаметром 8 метров. Кольца приводятся в движение электромоторами. Имеется возможность поворачивать каждый из колец по любой оси, независимо от других. Предположительно, данное устройство предназначено для точного размещения 12 образцов SCP-319-1 друг относительно друга. С момента обнаружения SCP-319 кольца объекта не перемещались. Практически все подвижки SCP-319-1 связаны с тектоническими возмущениями и расширением слэш-сжатием материала SCP-319 от изменений температуры. Сноска. Согласно прецизионному измерениям, приливные гравитационные явления вызывают микроскопические подвижки, но на сегодняшний день они не выходят за пределы допустимого. Конец сноски. На фотографии один из шести пультов управления SCP-319. На второй фотографии элемент корпуса одного из SCP-319-1. SCP-319-1 – общее обозначение для 12 образцов минерала, закрепленных на SCP-319. Каждый из образцов практически полностью заключен в корпус из латуни, меди и стекла. В каждом корпусе имеется одно отверстие диаметром 12 мм, направленное в центр SCP-319. Ко всем корпусам подведена усиленная проводка, формирующая замкнутую цепь, в которую последовательно подключены все образцы SCP-319-1. Установлено, что в этой цепи течет постоянный ток силы 50 А, однако внешнего источника питания не наблюдается. Обозначение SCP-319-2 относится к области вакуума диаметром 2,561 метра, находящейся в подвешенном состоянии внутри SCP-319. Похоже, что энергетический уровень SCP-319-2 ниже, чем у окружающей Вселенной. Разница в физических константах между этой областью и окружающей Вселенной приводит к тому, что материя и энергия аннигилируют при попадании в область из-за несовместимости квантовых структур. Согласно имеющейся теории, существование SCP-319-2 должно послужить катализатором для события вакуумной метастабильности. В следствии чего, область SCP-319-2 начнет расширяться со скоростью света и понизит энергетический уровень окружающей Вселенной до своего начала сноски. Такой сценарий имеет классификацию перебой реальности ZK-0. Вселенная не прекратит своего существования, но перестанет быть способной поддерживать не только жизнь в привычном нам понимании, но и химию в привычном нам понимании. Конец сноски. Похоже, что разрастание SCP-319-2 сдерживается очень точно размещенными вокруг нее SCP-319-1. В пользу этого говорит и тот факт, что все известные нам смещения SCP-319-1 производили к разрастанию SCP-319-2 на различные объемы. За последние 50 лет смещение SCP-319-1 из-за вибраций и перебадов температуры привело к разрастанию диаметра SCP-319-2 на 0,1 метров. Можно экстраполировать, что при нынешних темпах роста условия содержания будут нарушены через засекреченный лет, когда край SCP-319-2 дойдет до внутреннего кольца SCP-319. Приложение. Выдержки из дневника сэра Бендона Лоу Хэдсмита, обнаруженного вместе с SCP-319-2. 12 августа 1983-го. К вещему своему удивлению услышал новость о посылке из Англии. Похоже, что мой соперник сдержал слово и выполнил условия нашего спора. Сдается мне слова лорда с Секреченом, сказанные полтора года назад в клубе первооткрывателей не были пустым бахвальством. И теперь ради спасения репутации предстоит сдержать слово и мне. 15 августа 1983-го. Образцы просто превосходны. Хотя резьба на них столь тревожна, что к ней малоприменим термин «превосходны». 10 образцов вдобавок к двум, что я заполучил ранее. Если лорду с Секреченом встретилась хотя бы половина тех препон, с которыми довелось столкнуться мне, следует мне принести ему извинения. Пусть даже и после того, как я вернусь из своего похода. 8 сентября 1983-го. Успех. Долгие труды по изучению сих идиозных культов принесли свои плоды. Как я и подозревал, эти камни не просто идолы, которых поклоняются племена дикарей. Экзотическое происхождение материалов и рассказы о том, что они пришли с небес, наводит меня на мысль, что в них сокрыто нечто большее. Мне отчасти кажется почти бахахульным, что рука каждого древнего человека осмелилась осквернить сей материал, придав ему столь нечистые формы. 12 ноября 1983-го. До решения все это время было рукой подать. Потенциал светящихся камней отрицательный. А если их заменить, он меняется на положительный. Простой медный корпус, к одному концу которого приделана ртутная трубка, может вызвать в камне достаточный ток, чтобы питать и сам камень, и окружающий механизм. 10 января 1894-го. Рабочие ушли из пещеры. Машина готова. Сегодня установлю камни. Скоро моя нога ступит дальше, чем мечтал ступить любой член Клуба Первооткрывателей. Даже лорд засекречена. 30 января 1894-го. Сегодня я творил дверь за пределы нашей вселенной. Я исследовал десяток извращенных культов, и это дало мне возможность изыскать точное местоположение камней. Дикари своими зубилами делали из них слабое подобие своих башков. А я, сэр Бэндон Лоухад Смит, шагну через порог, чтобы лично поздороваться с богами. Отложив перо, я надену свой защитный костюм. Пройду через шлюзы в безвоздушное пространство подземелья, где ждет меня черная дверь. Когда же в следующий раз мое перо коснется этих страниц, я буду тем человеком, который шагнул дальше, чем кто-либо на этой земле. Дальше, чем даже добрый лорд засекречен. Последняя запись, конец дневника. Субтитры создавал DimaTorzok